Для вытяжения три валика нам потребуется, собственно, три валика, подготовленная поверхность, то есть ровная, горизонтальная, с мягкой застилкой. И, конечно, лучше, чтобы она была приподнята от пола, но это уже для того, кто тянет. Тихое, спокойное место, потому что это достаточно глубокое расслабление, шума за окном быть не должно, шторы приспущены. Ну, тут верхнее освещение, просто ради съемок пришлось включить. Можно заниматься в одиночку, можно заниматься вдвоем. Я буду показывать, как вдвоем, чтобы именно было достаточно сильное вытяжение. Если мы делаем в одиночку, то нужно просто лечь. Начнем сначала. Положили малый диаметр под шею, средний под поясницу, большой под колени. Я говорю про свой оригинальный комплект, я его сам разрабатывал. Определенно есть пропорция между шейным, поясничным и коленным изгибами. Ну, назовем это так. Если у вас нет оригинального комплекта, вы можете его попытаться повторить или свернуть из полотенец. Новые махровые полотенца, они пружинят. И это основное свойство, ради чего вообще было подбирать размер и материал. Определенный модуль упругости и сминаемости. То есть, оно должно как брать нагрузку, так и медленно, но верно ее все-таки отдавать. Если они будут жесткими или выточенными из бруска. Ну, это не вытяжение, это насилие. Ложимся на поверхность, раскладываем валики. Нужно, чтобы... Ну, если вы вдвоем, то это просто делается тягой за голову и за ноги. Если вы в одиночку, то нужно лечь ровно. То есть, нос, мячевидный от роста груди, на расстояние между коленями, расстояние между стопами. Все это на одну прямую линию. Легли. Кто бы как ни ложился в начале, ляжет все равно криво. Если вы точно видите, как именно поправить, то колеблющимися такими вверх-вниз движениями можно, соответственно, двигать вверх-вниз. Просто сдвигать вбок будет тяжело для того, кто делает. Есть второй вариант. Берем за ноги и просто тянем. Смещаем по поверхности. Комбинируем это воздействие. Выкладываем. Получили прямую линию. Хорошо. Само по себе лежание на валиках уже создает эффект вытяжения, потому что размеры формы рассчитаны таким образом, чтобы на несколько, буквально, процентов превышать изгиб. То есть позвоночник, образно говоря, растекается по двум краям, создавая эффект вытяжения для мускулатур. Но лучше все-таки помогать вытяжением. Вначале мышечных спазмов много, и длина тела может увеличиваться до 2 сантиметров за 15 минут вытяжения. И эту, как бы, образующуюся длину нужно убирать. Вот мы это и делаем. В прошлом видео была трудность с хватом за голову. То есть было непонятно, как это делается. Ну, возьмем младенца. Он еще у нас безымянный. Он отыграет в следующих видео. За ушами есть круглые такие костные выступы. С двух сторон симметрично. И я беру так, чтобы пальцами линии указательного пальца брать под выступ. То есть я беру не за ухо, потому что это все-таки больно, а под ухо за вот эти два выступа. И получается у меня из рук... Сейчас. Получается у меня из рук вот так вот клин. Большими пальцами я не оказываю давление. Вот такое. И я немного напрягаю руки. И в этот, как бы, клин заходят... Вот сюда я кладу руки, вот на этот уровень. И начинают тянуть вот эти выступы как раз в захвате. И вот из рук и заходит. Никакого из давления, никакой фиксации. Ну, в смысле, жесткой фиксации. Но держать я, тем не менее, могу. Вот кладу руки за уши. Тянуть нужно спиной. То есть я в такой позиции... Это не совсем правильная позиция. Это уже больше для манипуляций. В норме я должен выровняться. Сейчас ты в стороне покажу. В норме я должен встать со своей прямой спиной, с мягкими ногами. Взяться и тянуть спиной, отклоняясь назад. Не напрягая никакую из частей своего тела. Потому что, если вы будете тянуть... Например, если жена мужа тянет, а муж сто десять килограмм. Там малейшее нарушение будет достаточно дорого стоить. С этой стороны бы, по идее, надо делать точно так же. То есть я спрямил спину насколько могу и тяну, отклоняясь назад. Задействуя заднюю группу бедра ягодично и частично спину. Руки просто держат. Голова и шея расслаблены. По ритму, значит. Голова, ноги я вытянул. И тяну до тех пор, пока тело не перестанет удлиняться, если вы это чувствуете. Или пока резко не потяжелеет. И то и другое говорит о том, что полностью расслабился наш подопытный. Наши, в данном случае. То есть когда есть какая-то еще слабина в теле, спазмы отпускают. Тело удлиняется, вы тянете часть тела. Это легко. А вот когда все тело сразу, вот тут уже мускулатура чувствует. Первичную вытяжку сделали. Ждем. Ждем пять минут. И потом повторяем. То есть головоноги, допустим, по три раза проходите. Но на самом деле до ощущения вытянутости. Ну, например, три раза. Головоноги, головоноги, головоноги. Пять минут подождали. Проверили. Если не тянется, то один раз. Еще пять минут подождали. И десяти минут, в общем-то, хватает. Но можно 15. Больше 15 нельзя. Спать на валиках нельзя. Искривленную поверхность нельзя. На пружинах тоже нельзя. То есть только вот так, как показано. По ощущениям для того, кто на валиках. Есть. Вначале может быть дискомфорт. Потом он обычно сменяется легкостью, потому что мышцы получают кровоснабжение. Поза полностью равновесная. Через какое-то время скульптура начнет снова стягиваться, потому что не может долго находиться в растянутом, расслабленном состоянии. 15 минут это как раз тот лимит, выше которого прыгать не нужно. Если будет раньше, значит раньше. Чувствуете, что тело снова начинает напрягаться. Пора вставать. Здесь этот момент еще не наступил. Вначале большая часть людей испытывают большие проблемы с шеей. То есть много спазмов. Из поясницы, но они по-разному реагируют. Поэтому вначале можно, если мы говорим про комплект, то под шею класть валик достаточно большой. А под поясницу в данном случае маленький. То есть поменять местами средний с маленькими, усилить вытяжение шеи и почти не выдавливать поясницу. Под коленями всегда большой. То есть на пятой точке лежит нога, колено полностью всем своим весом на валике. И дальше касается уже в общем-то пяткой. Это для мышц снов. Так вот, увеличивая за счет смены диаметров растяжения на шею, уменьшая на поясницу, мы позволяем восстановиться кровоснабжением мозга настолько, насколько это возможно. Расслабить шею и плечи. И уже сигнал расслабления постепенно, постепенно в ходе практики расходится на все тело. Ну то есть, например, 7-10 дней делаем в развернутой позиции, а потом переходим в классическое. То есть маленький, средний, большой. Так будет мягче, но это не обязательно. То есть если вам сразу комфортно вот так, то делайте, конечно, сразу как надо. По тактильным ощущениям мышцы разогреваются. Изнутри это тоже чувствуется. Если не чувствуется, значит будет чувствоваться позже, ничего страшного. Вставать нельзя резко. Нельзя браться руками и поднимать себя руками. Потому что шея расслаблена, все мышцы расслаблены, никаких на них напрягов давать не надо. Напрягать нужно живот. Поэтому изобретите свой собственный способ вставания без подъема руками. Если обращаться к физиологии людей, то можно перекатиться на живот и руками отталкиваться. Как младенцы делают, самая удобная поза. Но это не обязательно именно так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...